Вот, вот ты, это наш человек. Смотри, какая она красивая. Отдруг корону и думаешь, что принцесса. Да, ты посмотри, королевична. На самом деле, весёлого тут мало. Больничные клоуны – это серьёзная работа для многих волонтёров. Раньше они регулярно проводили занятия в отделении онкологии и гематологии детской республиканской больницы. С введением карантина всё кардинально изменилось. Как и все сознательные граждане – больничные клоуны дома. Встречаться очно им никак нельзя. Везде карантин, нас, соответственно, никуда не пускают. Мы стараемся по видеосвязи между собой общаться и не терять своих детишек. А организовали как раз вот видеозапись, которую транслируем в нашей группе нашего фонда Арины Тубис и больничных клоунах, где наша страничка. Потому что к детям выходить не имеем возможности. Наши подопечные тоже, которые постоянно из гостиной с нашей созвучия сердец, мы тоже туда отправляем в наше видео, чтобы они о нас не забывали. Каждый день в их группе ВКонтакте появляются видео с хэштегом «Клоуны дома». Это не первая серия роликов от больничных клоунов. До самоизоляции волонтёры записывали похожие видео для детей, которые находились в реанимации. Сейчас они продолжают снимать небольшие ролики, где учат малышей проводить время с пользой. Чем чай пьёте? Я тоже хочу. У меня банановый с картошкой. А у меня яблочный. А у тебя? У меня походу мандариновый. Ну что, вы дома? Я дома. Дома-то всё переделали? Я да. Вон сколько переделала. Хотела ещё постирать. А тут... О! Занято. Смешные короткометражки развлекают нет не только малышей, но и взрослых, которым также скучно дома. Родители с большим воодушевлением рассказывают, как ребятки смотрят наши видео. Сами родители тоже с удовольствием смотрят и хихикают. А также нам рассказывают, что дети следуют советам. В некоторых роликах у нас клоуны советуют, что можно делать дома, чтобы не скучать. И детки с удовольствием повторяют. Волонтёры в шуточной манере рассказывают детям об очень важных вещах. К примеру, о правилах самоизоляции. Как правильно мыть руки и носить маску. Или как ходить в магазин за покупками. Прежде чем пойти, нам нужно подготовить и взять с собой маску. У вас есть маски? Покажите мне. Пойдём. Вот это? Покажите, покажите. У всех должны быть маски. Маски на лицо. Да. Для чего-то тряпать. Ни маскарадные, ни маскарадные. Вот такие, да-да-да. Пойдут такие, Пупо? Пойдут такие, Пойду, да. Делать добро очень просто, утверждают больничные клоуны. К ним, к слову, сейчас может присоединиться каждый желающий. Тем более, что и из дома выходить для этого вовсе не придётся. Анастасия Михайлова, Ксения Ларина, телеканал Юрган. При содействии Сампо ТВ 360 Карелия.